Всем привет! Такой будет новый вертикальный формат. И сегодня мы запишем, точнее я запишу в одном лице, но у меня есть кофе. Я запишу такое небольшое видео по площадке TikTok, потому что мы ее последние несколько месяцев с Максом активно изучаем, используем сейчас в своих целях коммерческих, наглой, поэтому многим, наверное, будет интересно. То есть кто не успел в свое время в Instagram или кто не успел в YouTube и считает, что этот поезд ушел. На самом деле на YouTube сейчас тяжелее и тяжелее раскручиваться, особенно в таком формате для финтек-проектов, что связано с блокчейном, с криптовалютами. И появляется площадка такая, как TikTok. Многие о ней слышали, я на самом деле тоже слышал и видел ее у своего сына. Я думал, там такие же, как он сидит, 7-классник, 7 лет, 8 лет, ну то есть в общем дети, собственно, играются, и там что-то туда загружают, какую-то ерунду. В общем, потом все-таки решили мы с Максом использовать эту площадку. Сначала зарегистрировали для 2Boys Production, это наша студия, которая делает анимационные сериалы, мультфильмы. Если вы вдруг их не знаете, да, мы делаем анимацию. У нас есть несколько мультиков. Это «Хомяки против быков» по криптематике, которые выходят у нас на канале. Ну, естественно, есть еще английская версия. И есть «Люди Игрек», они выходят на отдельном канале «Люди Игрек». Это про блогеров, такой как бы скетчевый смешной мультфильм «18+, да, там есть официальная лексика, там есть маты, да, но куда без них многие люди так разговаривают, но не об этом сейчас. И, в общем, значит, решили мы пользоваться платформой TikTok, поэтому о ней сегодня поговорим. То есть ту информацию, которую мы успели получить, мы с ней, ну, мы поделимся. То есть мы понимаем теперь, как набирать просмотры, это не так сложно. Мы понимаем, что в TikTok неважно, на самом деле, сколько у тебя подписчиков. Мы успели набрать почти 60 тысяч подписчиков, там, менее чем за три месяца, за два с чем-то месяца, за два с половиной, будем так считать, месяца. И, соответственно, у нас есть ролики, которые набирали как 30 просмотров, и есть ролики, которые набирали более 7 миллионов просмотров. Соответственно, очень большая волатильность, если нашим языком выразиться, по просмотрам. И там механика такая, что если вы снимаете ролик, и ролик интересный, очень важна его досматриваемость. То есть люди должны его максимально хорошо полностью досматривать. Желательно, могут смотреть его несколько раз. То есть тогда коэффициент досматривается. То есть у вас не 0.1, допустим, 0.5, да, коэффициент у вас 1.2, 1.5, 2. Вот это суперкруто. Когда ваш ролик смотрят несколько раз, когда пишут комментарии, когда вашим роликом делятся, это веральность. То есть вот этот коэффициент веральности, он в ТикТоке очень важен. То есть ТикТок все ролики показывает через рекомендуемые. То есть вы сняли ролик, он сразу же показывает его каким-то там 100, допустим, людям в ближайшей вашей зоне по геопозиции. Потом, если ролик посмотрели, у него хороший коэффициент, он показывает еще тысячу людей. И так далее, и так далее до бесконечности. Некоторые ролики в ТикТоке смотрят по 100 миллионов раз. И вот такая вот история. Реклама там работает через хэштеги, через челленджи. То есть прямой рекламы пока нет, прямых ссылок нет. Только сейчас она начала появляться. Я сегодня дам контакты, прямые контакты почты русского рекламного отделения. Вы сможете туда написать, и они вам помогут, скажут ссылки, где что заполните. Вы сможете как компания или как физлицо заказать рекламу без проблем. Это, кстати, не рекламная интеграция с ТикТок. Нам за это никто не платил. Я наоборот сейчас нахожусь с ними в небольших, так скажем, разборках. Мы пытаемся понять. Мы получили теневой бан. Давайте сейчас перейдем и посмотрим на наш аккаунт. Так, сейчас разобраться там. Ага, вот так. Вот наш аккаунт. Много роликов мы загрузили. Вот так он выглядит. Очень похоже, в принципе, как на Инстаграм. Есть аватарка. Основные данные. На кого мы подписаны. Сколько людей на нас подписано. Сколько там миллионов лайков нам там наставили. Это довольно много. Полтора миллиона. Можно какую-то информацию перепить у себя в профиле. Написать, да, какой-то ваш сайт. Что, для чего вы на английском, на русском какие-то контакты оставить. Вот внизу, соответственно, ролики. Вы видите, что, да, вот показывается количество просмотров. Да, показов, просмотров. Как угодно называть. Последние ролики там у нас довольно мало набирают. Я расскажу, почему так случилось. Есть у меня теперь такое понимание. Ну, ролики на разную тематику. И про ковиды, и про финансы, и развлекательные, и про наши мультики. Да, и тут Комаровский есть. То есть и Велсаком, и всего по чуть-чуть. То есть мы пробовали разные-разные-разные ролики. Мы изучали, какие ролики набирают. И у нас пришло, да, как бы, вот видите, я тут про Керченский мост даже снимал. Ну, в общем-то, вот тут и я есть, и про биткоин тут у нас есть, и про нефть, и про рубли. И, кстати, самое интересное, что и про нефть, и про рубли тоже смотрят. Вот 18 тысяч, 20, 60 тысяч, 90 тысяч смотрят про графики, короткие 15-секундные ролики. То есть смотрят здесь про все. Поэтому какого-то единого формата нет. Вы можете пробовать, что угодно здесь делать. Мы для себя тут тестировали историю с хэштегами. То есть мы запускали хэштег Люди Игрик для мультика. И мы сейчас пишем саундтрек к нашему мультфильму. Вот видите, про биткоин. 24 тысячи просмотров. Пожалуйста. Все это есть. Вот про мультик. 79 тысяч. У нас, кстати, по мультику зашел ролик 2,7 миллиона просмотров. И там еще с Давидычем на 600 тысяч просмотров. Ну, то есть суммарно по хэштегу Люди Игрик у нас уже почти 4 миллиона просмотров. И это хорошо. По хэштегу про блокчейн мы пока не читали. Ну, тоже там достаточно. Вот, пожалуйста. Видите про графики. Про рубль, про нефть. 63 тысячи просмотров. Про графики американский рынок 97 тысяч просмотров. И это 15-секундные ролики, коротенькие, с таким рваным монтажом. То есть там можно нажимать на паузу, удобно очень снимать. Это все просто. Вы свой, вот Давидыч у нас отжимается, 681 тысяча просмотров. На Ютубе нам такое, если честно, и не снилось. Вот мы тут про Акса загружали, переозвучку. Ну, в общем, а где у нас тут есть? А вот, 2,7 миллиона просмотров Люди Игрик эксклюзив. Это мы загрузили тизер второй серии. В общем, как бы здесь это все понятно. Вот здесь есть три точки такие, можно нажать, и здесь управление аккаунтом открывается нашим. Сначала по умолчанию у вас аналитика недоступна. Нужно перевести в Pro-аккаунт. Вы заполняете свой номер телефона, подтверждаете его, и у вас появляется аналитика. И давайте посмотрим на нашу аналитику, что же не так, что же случилось. Чем мы недовольны, собственно. Вот наша волшебная аналитика. И мы видим, что последняя неделя, начиная с 24 на 25 марта, прям резкий обрыв. Если у нас вот здесь, вот мы с вами посмотрим, 24 марта было за сутки 472 тысячи просмотров. И примерно до этого то же самое было. Вот давайте переключимся на 28 дней, да. То есть мы видим 400, 300, 300. Вот здесь просто ошибка, то есть там тоже были просмотры. 300, 600, 500, 900. Это каждые сутки, вы представляете, да. Тут просадочка, тут 1,7 миллиона. Ну, в общем, грубо говоря, плюс-минус у нас, как бы, стабильно мы около 400-500 тысяч просмотров в сутки у нас было. И что-то случается, мы загружаем какой-то ролик, его удаляют. Мы его не восстанавливаем, мы, как бы, его удалили, все окей, мы осознали, значит нельзя. Вот, но, тем не менее, мы попадаем в некий теневой бан. И у нас теперь контент, смотрите, начинает набирать. То есть его теперь показывают только нашим подписчикам. Мы не попадаем в рекомендованные. И, соответственно, вот все у нас падает по статистике, по просмотрам, все улетает. Вот соотношение наших мужской и женской аудитории. 57 у нас мужчины преобладают. Россия 53%, Таиланд 8%, Украина 8%, Камбоджа 5%, Казахстан 4%, там еще есть Белоруссия. Почему Таиланд и Камбоджа? Откуда они взялись? У нас один ролик залетел на 7 миллионов плюс просмотров. Это про то, как мальчик ловит бейсбольный мяч, он отлетел, и он его перчаткой поймал. И этот ролик очень сильно залетел. И залетел не только по России и Украине, по СНГ, он еще залетел на Азию. И, соответственно, к нам прибилось, вы видите, там большое количество еще подписчиков в моменте, там, с тех регионов. И сейчас как раз, я так понимаю, они начинают отписываться. Кроме того, что у нас просадка теперь по показам. Так как у нас русскоязычный контент, вот эти как раз теперь азиаты потихонечку-потихонечку начинают от нас отписываться. Смотрите, да? Хотя до этого не было. Вот пока не случился вот этот вот теневой бан, у нас все равно подписчики новые перекрывали тех, кто отписывался. А теперь, получается, у нас новых подписчиков сильно нет, а азиаты продолжают отписываться. И мы теперь увидим вот такую вот динамику, да? Соответственно, просмотры профиля тоже упали. И что я вам могу рассказать по поводу вот этого теневого бана? Во-первых, куда писать? Что делать? Да, я сразу же, да? Есть отдельная секция. Поддержка. Вот здесь. Сообщить о проблеме. Центр поддержки, центр безопасности. Вот сообщить о проблеме. Вам сначала говорят, почитайте. Вот здесь у нас есть очень частые вопросы, которые вы задаете. Я все почитал, ничего это не помогает. Я нажимаю вот сюда, отправить сообщение. Беру скрины, описываю ситуацию. Отправляю. И это так несколько раз уже делал. Никакого ответа нет. Я после этого что делаю? Ну, соответственно, я везде, где можно, поискал контакты. Я не нашел. Я отправляюсь в этот. Сейчас покажу вам. В мессенджер. И начинаю писать всем, кто какое-то имеет отношение к ТикТоку. Я говорил, что покажу как раз ТикТок Раша. Именно, который отвечает за рекламу. ТикТок Эдс Раша. Вот, значит, они мне прислали сообщение. Я у них спросил, есть ли там поддержка. Все. Они сказали, сорян, друг, изнутри приложения пиши. Или ищи какие-то другие варианты. Но по рекламе, пожалуйста. ру-селс собачка-тикток.com. Сюда можете писать. И можно внутри ТикТока давать. Сейчас будет рекламу. Это вот буквально сегодня появилась у них страничка официальная в Фейсбуке. Об этом дали информацию. То есть можете иметь это в виду. Если хотите рекламироваться внутри, не через хэштеги. Я конкретно внутри ТикТока. Можно ребятам написать на русском языке. Значит, все вам объяснят, расскажут. Это не реклама, это так слово. Есть такой человек Стивен Джанк. Он конкретно к ТикТоку отношения не имеет, но он из ByDance. Это та компания, которая владеет, материнская компания, которая владеет ТикТоком. Я ему тоже ситуацию описал всю. Значит, что никак не можно никуда дописаться. Скинул скриншоты. Он написал мне, что I would forward. То есть я перенаправлю это сообщение в русскую команду. И как бы они с тобой там свяжутся или что-то там как-то отреагируют. Я ему написал спасибо. Также мне вчера помог Сергей Кокарев. Он дал мне контакт Степана Слюсарева, который тоже в ТикТок Russia. Я ему тоже сегодня написал. В общем, как бы всем написал. По этой информации я потом сделаю апдейт где-нибудь в Телеграме. Или можете написать комменты к этому видео. Я вот всеми контактами делюсь. Это мне стоило нескольких дней, чтобы все эти контакты собрать, найти. То есть если у вас такая же проблема, теневого бана, попробуйте. Ну не надо брать с лед и им писать что-то. Ну тут тупое, да. Типа вот у меня там не работает или у меня не набирают просмотры или еще что-то. Это работает в том случае, если у вас действительно были просмотры большие. У нас в месяц мы набирали 17-18 миллионов просмотров в месяц. И мы видим, да, на графиках видно, что у нас резкий обвал. Вот. Поэтому... Давайте переключусь еще раз на портрет. Поэтому, если действительно у вас такая же ситуация, как у нас, теневой бан, да, то есть у вас было все хорошо, потом резко прям бам, все катнулось и такая же ситуация. Тогда, да, действительно, напишите сначала внутри приложения, я это сделал. То есть я шел поэтапно, я написал внутри, подождал там несколько суток, нет никакого ответа. Я пошел дальше через Facebook, дальше, 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 дальше. То есть я искал какой-то официальный имейл. Официальный имейл мне пока не дали, кроме рекламного, я его показал вам. Поэтому вот такая история. То есть, с одной стороны, TikTok хорошая площадка для бесплатной рекламы, где очень легко и бесплатно, если ваш ролик зашел, он должен быть коротенький. Это мы для себя поняли до 15 секунд. Там может, как бы, музыка, он должен быть лайтовый, просто все, да, ничего такого суперсложного. И тогда эти ролики заходят. И там можно продвигать свои музыкальные композиции. Мы сейчас сделали отдельный саундтрек для Люди Игрик, для второй серии. Мы заказали биты у битмейкера Моргенштерна, Слава Марлоу, и вот они нам уже написали сам бит. Теперь мы этот бит отдали, по нему напишут текст, запишут наши голоса, грубо говоря, от Урганта, от Хованского, еще там от кого-то, да, может от Жириновского. И, соответственно, мы попробуем предложить это еще Моргенштерну, чтобы он записал фит, чтобы он записал свой куплет, и мы это все соберем, и получится такой саундтрек. И мы его тоже будем промотировать в TikTok, да. То есть у нас получилось 4 миллиона просмотров набрать абсолютно бесплатно, без всякой рекламы. Это, конечно, несравнимо с тем, что делается в YouTube. Чтобы в YouTube набрать 4 миллиона просмотров, действительно, сейчас это очень тяжело. По поводу TikTok, это сейчас все проще. Поэтому, если вы хотите использовать TikTok в коммерческих целях, как площадку для вашего творчества, для развития, может, вашего продукта, есть такая возможность, я бы на вашем месте пробовал. Но единственный момент, что контент ваш должен, наверное, на 70% преобладать над контентом, который вы какое-то чужое репостите. Это вот мы для себя так поняли. И теперь будем стараться больше нашего контента делать. Так что, если какие-то вопросы есть конкретно по площадке TikTok, немножко сумбурно, потому что все записываю с мобильного телефона, без монтажа, вот как есть, в одну кашу. Те контакты, которые вы видели, пожалуйста, пользуйтесь. Миллионы просмотров набирать можно и легко, и бесплатно. Подписчиков набирать можно, тоже это несложно. За 2 месяца, вы видите, мы набрали почти 60 тысяч подписчиков. Можно попасть в теневой бан очень легко и никому потом ничего не доказать. Это тоже. И каналы есть, которые 100 тысяч, 200 тысяч было на подписчиков. Тоже миллионы просмотров набирали, попали в теневой бан. Итог, месяц оттуда не вылазят. Делают новые аккаунты, уже понабирали по 20-30 тысяч подписчиков заново. И как бы двигаются дальше, а те аккаунты старые остались просто опытом. Поэтому, вот на сегодня пока такая информация. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не понравилось, ставьте диск смело. Если есть вопросы по TikTok, пишите все, что я знаю.